Всем привет, это Харчимар, сегодня я начинаю проходить игрушку под названием Айфа Протокол от Сеги, которая вышла еще в начале 10-х годов, до 2010-го года она вышла, вот, получил ее в Steam, помню, когда, ну, бесплатно, в общем, и так, почитал отзывы, глянул следующую игру в магазине, и что-то как-то заинтересовало, решил вот пройти, глянуть, что за игра, я люблю такие шутеры, сложность, низкая, средняя, высокая, блин, дилемма, 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 ммм, честно говоря, мне охота, мне охота по 150 раз проходить какой-нибудь участок, только потому, что я хардкорщик, выборы низкие, не буду выпендриваться, мне все равно для обзора, и просто посмотреть, какая игра, насколько она классная, не классная, дело агента, о, я могу даже выбрать себе, типа, как должность, солдат есть, за время, а, вот, кстати, интересно, если я выберу должность, я смогу поменять ее, эм, по ходу игры, или нет, это навсегда, вот, я выбираю, и все, да, я должен до конца игры за этого, за эту должность играть, за время службы в армии вы получили не одну награду, на ваш командир, чувствую, что служа в пехоте, что вы взорваете свой талант, природная способность к изучению языков и сообразительность увлекли внимание верболучки союзных агентств, в которых это не существует, оперативник, тайная операция для вас родная стихия, за последние несколько лет правительство Соединенных Штатов поручило вам не одно задание, за рубежом, благодаря вашему таланту, старовность, легкость установится душой компании, и держаться в тени вам не пришлось, и дня провести на кабинетной работе, ваш удел быть оперативником, технический специалист, вы легко расправлялись со всеми тестами для проверки способностей, и неудивительно, что первую диссертацию вы защитили еще до того, как получили разрешение покупать алкоголь, хотя изначально ЦРУ наняло вас для работы над новейшими электронными устройствами. Оказалось, что просиживать штаны лаборатория не по вам, и начальство перевело вас в секретную службу. Когда же вашего куратора попросили порекомендовать агента для выполнения задания на страшной важности, то благодаря вашему выдающейся обращению работе и отличному станению технологий он указал на вас. Нештатный сотрудник. С самого рождения вы отличались бесстрашным. Единственное, что ввергало вас в панику, это мысль о работе с 9 до 5. Закончил поле с отличием, вы исчезли из поля зрения знакомых и отправились на поиски лучшей жизни. Согласно вашему досье, вы были наемником в Африке, телохранительным султана Брунея, непостоянным возлюбленным принцессы одной из европейских держав и держателем трех патентов Великобритании. Хотя, хоть ваш сложный список немного приукрашен, ясно одно. Ваши таланты привлекли внимание влиятельных людей из мира шпионажа. Новобранец. Выбрать твою историю новобранец для увеличения сложности. Вы и трехмесяц не проработали на Министерстве юстиции. Как ваши амбиции, жажда, деятельность и способность привлекли внимание тайно-правительственного агентства вас ожидает нелегкий путь. Нехватку опыта и обучения будете компенсировать сообразительностью, а учиться придется по ходу работы. При выборе этой предыстории вам будет доступен вариант диалога новобранец во время обучения. Угу. Ветеран. Доступна после завершения игры в качестве набранца. При выборе этой предыстории вам будет доступен вариант диалога ветеран во время обучения. Вы Леонардо да Винчи, тайной войны, непроизойдённый снайпер, мастер незаметности и превосходный фистонарь в одном флаконе. Айфа-протоколу не пришлось вас искать, вы нашли его сами. Если удалось спасти мир один раз, почему бы не спасти его ещё раз? Хмм, что лучше выбрать. И чем они вообще отличаются, ничего не понятно, вот выбираю чисто на интуит. Солдат, оперативник. Ну я люблю много пострелять, поэтому пусть будет солдат. Так, просмотр навыков, капец, тут даже есть навыки. Обожаю игры с навыками. Так, незаметность, ну раз я солдат, раз я буду стрелять, зачем мне навыки? Пистолеты, пулеметы. Да, люблю пистолеты, пулеметы, автоматы, тоже люблю. Ммм, техническая подготовка, стойка. А есть у меня, а не, перка у меня нет. Ясно. Этот мне показывает изначальные перки. Так, что дальше? Что ещё можно длинуть? Всё, будет что-то. Ничего, посмотреть к нему нельзя. Не принять изменения, да. Сега представляет. Какого хрена, это всего лишь ролик. Почему просил ППС? Что за бред? Тем более, игра там, в десятых годах. Она ещё под старый комплекс. Хотя, может, и заявил, что она под старый комплекс. И тем более, я помню, эта игра изначально, она портировалась для приставок. Потом её уже портировали на компьютеры. И в этом ещё может быть причина. Так, вижу, кто-то типа подготавливает ракету. Наверное, сейчас этот самолёт собьют. Кто-то подготавливает ракету воздух воздух. Или земля воздух. Искрестующий этот самолёт сейчас он будет сбит. Да, ракета пошла. Бедные люди, которые летят в том самолёте, они ещё не знают, что её ждёт. Да, вот, пусть так летишь, как в самолёте. Так спокойно. И тут ты дышишь. И ты падаешь, и понимаю, что всё, тебя ничего не спасёт. Тебя уже ничего не спасёт. У тебя нету парашюта. Самолёт уничтожен. И через несколько секунд ты пройтись в лепёжку. Ужасные, наверное, ощущения. Кто это такой? Наверное, какой-то агент из спецслужб. Ох, а это сигара. Странный, я включил субтитры. Где русский язык? Чё? Хотя, может, он... Русский язык и субтитры будут в скриптовых роликах. А это типа не скриптовый ролик. Это типа такой ролик полнометра... Поле качественные. Вот тут должны быть скрипты, по-иди. Потому что это скриптовый явно ролик. Так, я так понял. Что это наш главный герой, который мы будем управлять. Он был в самолёте. И он выжил. Контрольная точка сохранена. Сразу нас уводят в обучение. Как управлять игрой. Графа, кстати, очень недурусная, как для 2010-го. Пробил взять предмет. Стран, обычно... Предметы берут... На Е там. Но не на пробел. Это как-то. Эээ... Капец, тут даже надо выбирать... Варианты диалога. Обожаю Ильзи, надо выбирать варианты диалога. Это очень напоминает, кстати... Масс-эффект. Там тоже главный герой, типа... Просыпается, там выбираешь варианты диалогов. В зависимости от того, что ты выбираешь, так развивается сюжет. И когда он... Слишком мало времени даётся на выбор... Варианта. Но, может быть, ты сможешь найти способ, чтобы укрепить окно. Угу. Выбить окно. Вырваться на свободу. Блин. Я даже не знаю, кто я! Он же с кем-то общается. А я так и не знаю, кто я вообще такой. Окно выбить. Как его выбить? О, ага. А, нетушитель. Это было прикольно. Это было прикольно. Я думаю, что Слепин-бьюти уже достаточно. Это ты, Майк? Просто держи. Я отправлю какие-то гаджи, чтобы тебе обратно вверх. Получай. Странно, а у него нету... Оружия... И... Компьютер. Заскриним. Выбей дверь. Открыть дверь. Чё церемониться? Мы ж, типа, как сбегаем. Убей. 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 Панели на стене. Убей. Убей. Отключите сигнализации. Щелкните левую кнопку мыши на шлифтет, чтобы перерезать провод. Перерезайте провода по очереди. Начиная с первого, чтобы обойти защиту. Хм. Перерезать провод? Это значит... Продолжить. Если вы перережете неправильно провод, у вас будет меньше времени на выполнение задания. Превышение лимита времени включает сигнализацию. Блин, как всё сложно. Перерезав все провода, вы обойдёте защиту. начать узлом. Так... Бля... Бля... Фух... Вау... Ну ты лятый. Тут ещё каждый раз по-другому. Бля... Ну ты смотри, какая сложность. Каждый раз по-другому провода расположены. Я должен... за короткое время, за секунды определить, куда какой провод ведёт, к цифре. Полный бред. Бля... Ну, сука, ну я же уже был близко, бля... А-а-а-а-а-а... Мне надо наверное... м-м... отключать так сначала цифру 1, потом 2, а я просто в хаотичном порядке отключаю. То есть я неправильно делаю. Вот один, два, три, четыре. Вот так. Они, наверное, имеют защиту в лобби. Чел, отдай свой пистолет. Отдай свой пистолет, гад. Ну ты ля, то он мне отдает пистолет. Сядь пистолетом. Стампилизатором. Аааа, там ты, Майк. Голову еще мало кто удерживал, выстрел. Почему, сука, он не поднимает оружие с убитых противников? Ну это же неправильно, это же бред. Лечиться не надо, ну ладно. У меня еще граната нарисована, но я... Готов, чинка. Так, патрончики. Двенадцать патронов. По. Теперь я знаю, как укрываться на пробел. А вот это мне уже напоминает, ммм, Спекопс. Как это там, Беханзелай, или как-то. По очень похоже на Спекопс. Опять сигнализация. Да что ж такое. Ра... Что? Что? Неправильно? Ладно. Раз. Два. Ээээ, три. Бля-ээ, четыре что ли? Фуф. Так. Камера наблюдения. Вот это уже чем-то мне напоминает Metal Gear. Бля. Интересно, насколько она видит. Хм. И че мне делать? Эээ, тут, кстати, еще нет. Блин, еще. Так, что мне... Что мне делать? Я, кажется... Избежал камеры. Пробел в ближайшее укрытие. Чи, не mau. Хм. За. Крым. По. 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 Ещё один готов. Кажется, я всех замочил. О, я тут был? Нет, вроде. Лечиться не надо. Вот что надо, это патроны. Как же тут не хватает патронов? Мне скоро придётся в рукопашную ходить. Ой, ещё одна сигнализация. Так, а тут тупик. Так, один. Вот вроде. Два. Вот. Три. Вот. Четыре. Вот. Ммм, тут тоже не вижу патронов. Бля. Ого, а тут развилка. И-и-и-и, куда мне идти? Таб. Нажал. Открылось какое-то меню. Предметы разведленные. Личные данные. Ну, допустим, предметы. НК. Истрель с патронами транквилизаторами. Есть, на урон, кучность, отдача, источник, боеприпасы. Ну, прикольно сделано, как для игры, которая, по-моему, пора, ратируясь под Sony PlayStation 3 ещё. Или даже два. Или три, бля, не знаю. У меня, окажется, всё-таки три. Два ещё была не такая крутая PlayStation. Стволы, прицелы, магазин, приспособления. Класс, ну, даже можно оружие кастомизировать. И это... Там, 2010-й год или какой. Сделано очень круто. Не зря игру делала Сига. Блин, а как выйти? По клавице X5 ничего не происходит. Нажимаю... Нажимаю Escape и... Не могу выйти. А-а-а, я понял. Таб нажать опять. О-о-о-о. Конечно, сменю немного. Сега не доработали. Заломать дверь. Обучение. Для регулировки положения штифта перемещайте мышь вверх или вниз. Угу. Чтобы зафиксировать штифт, нажмите LTM. Выравнивайте штифт по осевой линии с замка. Обытавшись зафиксировать штифт в неверном положении вы рискуете сломать отмычку. Даже так. Установите и зафиксируйте все штифты, чтобы взломать замок. Ясно. Начать взлом замка. Да. Чё? Фу. 25 опытов всего лишь дали. За взлом замка. Ну ладно. А вот и патрончики. То, что надо. Сцеподготовка к спецспособности к ее применению. Чё? Чё это за способность? Навыки бдительность. Подробнее. Ну подробнее, да. Я хочу подробнее. Бдительность позволяет определить местоположение ближайших противников. О, а вот это мне уже напоминает Хитмана в последней версии. В последней части Хитмана там тоже такая фигня. Главный герой видит за стенками кто где стоит, кто куда пошел. Хм. Деятельность, да, прикольно. Мне нравится эта фича. И в Хитме мне нравится, хотя кто-то может сказать, что это не хардкорно. А мне нравится. Длин, а как выйти? Оружие. Транквилизаторы. Спецсредства нету. Ну я все понял, да. Чем-нибудь приделать. Как выйти? А, просто нажать на спецспособность. Ясно. Она кажется действует определенное время, вот. 19 секунд. Интересно, если я у него выстрелю или я тревогу подниму. Вон еще чел. Ой, не знаю, я же выбрал солдата, то есть чтобы играть не по стелсу, а БЛЯТЬ ЧТО ЭТО БЫЛО? Как они вообще не были-то? Это наш безусловно. Вон там, Гори, гад Куда указывает Маркер Не знаю, можно ли было пройти это место по стелсу Но у меня не получилось Так Думаю так И так И так И-и-и-и-и Бля, сука, ошибся Ладно Блядь, опять ошибся Да что такое? Нормально. Ух. Что тут делать-то, а? Убивать его, не убивать. Или вырубить. Найдите, блин, найдите в потоке данных два пароля, состоящих из последовательных символов. 6, 7, 8, 2, 3, 9, 0, 9, 0, 9, 2. И последовательные символы? А, это вот, они указаны на эти последовательные символы. Понятно. Я должен быстро-быстро найти за время вот это количество цифр, вот эти последовательные символы. Жесть. Это ещё сложнее, чем отключать сигнализацию и сломать замки. С помощью ВАЗДА и МАУС примстите две. Верхние последовательные символы. Пароли не меняются, в отличие от простых данных. Угу. Вдох. Вдох. Ясно Ясно Блин Плохо что Да бля Так же сложно Я что Себя вызвал Ладно Буду пытаться Что сейчас за взлом дали Сколько Ну взломать очень сложно Блин там что то есть И пти камера Может и можно Отключить Сука Выпустите назад А Мне? Видео-скреен? Да. Я собираюсь задать вопросы, через несколько тестов, и ты и я можем поговорить, лицо-лицо. Я готова. Какие тесты? Не физический, если ты думаешь. Нет, я думал, что это все было сделано когда я был неожиданным. И тогда, сын... Мы проверили твои кровати, вы выглядите здорово. Только одна вещь мы должны проверить, твою профиле. Я читаю и повторяю твои доски. Это говорит, что у тебя есть милитарный background. Это хорошо. Я был в Мариинской области. Я извиняюсь. А что, акцент? Нет, я извиняюсь, ты не с ним ниже. Это может быть грустно, письма и поговорить с новыми милитарами. Ну, твоя милитарная опыт должна быть полезной. Впоследствии и тестирования должны быть вновленно. Если вы получите больше опыт в области, вы сможете специализировать. Но мы можем оставить это пока у вас есть какие-то миссии под под руку. Это все. Сейчас я оставлю тебя из-за этого, и встретиться с остальными командами. Все, что я должен знать? Ничего. Ничего, что вы не сможете найти на своем своем. И от команды здесь. Они будут идти за вас через основания оружия, гаджетов и татки. Когда вы открыли на основаниях, подскажите меня для вас. Я не ловлю тебе, Майк. Это огромный и опасный. Но я думаю, что ты человек для работы. Сделай ровно. Я увидев вас скоро. О-Р. Я не знаю. В новый уровень вы можете рассказать точные О-Р на превратение новых навыков. 10 О-Р. Хм. Сколько стоит покупка одного? ну почему покупаете блин на 5 р ну я хочу взять лё ага взял так технического лет но канала кондицина увеличить эффективность лечения майка лечение может осуществляться последствием птической первопомощи который берется с собой на операции ясно стойкость каждого уровня улучшение здоровья повышает количество урона который майк может принести прежде чем погибнет ну конечно я хочу это стойкость это полезная хрень чтобы еще особенность вежливость в нескольких первых диалогах вы выбрали вежливый стиль ведения разговора сокращение времени восстановление все способности прикольно значит все таки от того какой-то выбираешь вариант диалога зависит даже твоя прокачка очень прикольно самое эффективное оружие пистолет но это пока что выход сохранить изменения да ну вот это да не пройти учебный сектор но у вас паста спор и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чё-то как-то глючит этот маркер Капец, граната ведёт себя Как будто это не граната, а я не знаю, да, что-то как кусок вот у пластика падает, крикошетит Конечно, физика тут хромает, да Аээээ, что не делит, а я забуду Аэээ, что не делит, да я забуду Аээ, попытка уходить через двойку Аээ, теперь проверим несколько огня Ай, куда мне тянуть? Никакой никуда мне кинуть Под это, под Замок Прикольно Но далее 5 очков всего лишь То есть взламывать замки, выгнить, чем Гранат ликвидировать Это так, если мне кота возиться Как же взламывается? Эээ Может я не туда прикрепляю? Возможно Хорошо Хорошо Возможно 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 Рип Я не боюсь, Дарси. Я не боюсь, Дарси. Я не боюсь, Дарси. Если это все, что ты научишься, то мне нужно идти дальше. Наша война не закончится здесь. Это не последний. Наши желания и решения, Алсамат продолжит эти атакты. Здорово? Кто-то встал в здесь? Агент Тортом. Здорово. Ты был я говорил, когда я в медицинской беде. Я не был холостом. Может быть. Ты помнишь мой имя? Или мне нужно написать это для тебя? Не нужна, Мария. Эта голос у тебя выросла в голове. Это Мина, в самом деле. Но хорошая думка. Не очень. Я откликнула все даром. Я не был сам. Гарда, мы рады слышать. Ты получил первое впечатление. Да. Да. Так, вооружение, это ваша работа, тогда? Возвращаясь на вопрос на следующий раз, будет больше confidence. Но давайте начнем с задачей. Я буду проводить выражение выражения и проверить его аккуратно. Просто вверх до конкурса, и я буду общаться с выражением с выражением. Возвращаясь к выражению, к выражению, и мы можем начать. Пистол, СМГ, Шотган, и Ассалт Рифле. У меня есть свои силы и университеты. У меня есть свои силы и университеты. Начнем с его пистол. Ага. Ну почему на эскейп нельзя выходить, блядь? Продолжение следует... 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 Это действительно влияет на то, что люди думают о тебе, и твоей репутации. И если я хочу импределить их? Ты не всегда хочешь, или не нужно. Убедение хорошего или плохого компания с человеком, может получать вам различные бенефеты. Иногда ты хочешь пить кого-то, чтобы они не думали прямо. Иногда ты хочешь создать сильный репорт с человеком, и поговорить от плохого ситуации. Это все зависит от твоего объектива. Это тоже для твоих руководителей. Мы будем отправить тебя в много опасных мест, и твоя единственная оборота будет, кто ты говоришь на твоей голове. Как вы их воспринимаете, будет эффективно на успеха твоей миссии. Если я их не пить, я не скручу? Нет. А гендер, который очень любит тебя, и поднимает эмоции в предыдущей миссии, может быть так опасно, как кто-то не обманет тебя. Это очень долго сказать, что я должен просто действовать так, как я хочу. И если я ограничусь в области, в том, что я выбираю плохого путь? Нет, опять же, нет плохих выборов. Только результаты. В течение времени люди могут слышать о тебе, и твоей миссии, и твоей миссии, пока они встретят тебя. Они могут иметь предыдущие как вы их воспринимаете, что может влиять на их реакциях. Ну, может быть, они должны взять время для того, чтобы знать, что я. Если только. Тем не менее, что никто не может спать, особенно во время разговора. Хотя, это может быть плюс. Если мне нужно, чтобы проверить ситуацию, да? Я не могу, что-то не остановиться, когда ты говоришь к кому-то. Поэтому, если ты не можешь получить вторую победу перед боем, то, что делать небольшой может выучить время. Но если я прыгну на дремл, и не общаться, и не убежать мне, я могу. Если ты не можешь получить точку, действуй вместо боя. Например, если ты не думаешь, что я тебе больше, то, что ты просто скажешь, что я закончил. Я не думаю, что ты больше не можешь. Ты уникальны, что у них есть основания. Я не могу. И если они на церковь, почему бы они говорили? Иногда, это лучше, если ты сначала выкручиваешь. Но, если ты не можешь подходить к кому-то, то, что ты не можешь поднять. Я бы, что ты не можешь разговаривать. то, что общение не будет. Возможно, что даже есть способ, чтобы общение идти. Так как я знаю, как кто-то хочет быть восприниманным? На least, достаточно, чтобы коопировать? Если это то, что ты хочешь, то, что ты хочешь, об술 your plan, только в обзор, то надеюсь, что ты не могу поддерживать. Например, что я легко Извините линию? Обязательно механики, старые науки. Утимизма подzonyти, в два 간пляда и других документов, которые указывают обаущественные изучения, организации или операции. И что их по-другому? Насколько может быть осторожными. Многие, не отвечают к умации, как я. Продолжение следует... 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 К чему? К полевым операциям. Шандарс в район Нагагент. Так, ну операция Копье Пустыни. Вы не потеряли их, вы? Вы не потеряли их, вы? Потому что в Саути-Арабии. Майк, вы можете читать мне? Я получаю много информации. Я в Саути-Арабии, в Саути-Арабии. Я в Саути-Арабии. Вы видите какие-то шадовые агенты и тренчкости в аэропорту? Нет, я не думаю. Это была шутка, Майк. Но остаться на твои ноги. Возвращение Шаи-Арабии Возвращение Шаи-Арабии, мы не знаем его локация, но мы имеем три направления. Наши-Армс-далер, Нажри, предназначен, продавали миссии к Шаи-Арабии, и он сейчас работает в Саути-Арабии. Если вы можете interceptать его, может быть, вы можете рассказать где Шаи-Арабии, или привести к миссии. Возвращение Шаи-Арабии. Ничего больше, чем в его дозировании. Если вы сможете получать контакты и узнать больше, мы бы приглашать его. Мы также рассмотрим локация от аэропорта Шаи-Арабии использовала в прошлом. Если вы можете спрятать, и планировать миссии, мы сможем рассмотрим локации Шаи-Арабии. Мы имеем координации от аль-Самад-детенчатка, также использовала для оружия. Мы надеемся, что миссии может быть там. Возвращение Шаи-Арабии. Возвращение Шаи-Арабии. Возвращение Шаи-Арабию. Возвращение Шаи-Арабии. Возвращение Шаи-Арабии. Продолжение следует... 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 Причем... Причем... Продолжение следует... 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 так я бы я бы взял наверное пистолет сама или я бы взял он 19 купить вот и взял бы наверное глушитель чтоб по стелсу убивать так допросить торговца насилий возьму это задание назад так все не работает эти кнопки так модификация брони выбрать и той брони один ничего нет у меня броня броня перехватчик повседневная надежда не броня перехватчик круче у меня вы выбрана до спецсредства птичка первопомощи иначе не могу выбрать 1 и 2 только от 1 и 4 только 2 3 странно странно это шума и граната птички ну наверно теперь средства 2 птичка первопомощи пусть будет так че тут у нас у к а к 90 это как это пистолет гамильтон а нет типа 2 оружия а вот это первое пистолет пули не вот есть по умолчанию я бы выбрал самоэля самоэля и теперь ствол глушитель да штатный прицел магазины нету приспособления нету так это второе оружие добавить все это пулемет наверно автомат да че да нет можно его как-то модифицировать а скажите нет нельзя ну ладно наверно уже идти допросит на серии да да чтобы а а а а и и и Продолжение следует... 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 И вот прицел, ну вот почему нельзя прицелиться как-то с него. Ф. О, да, Ф. Вот так целиться с этого пистолета. Ф. О, да. 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 это типа если бы я решил играть по стелсу, но тут по стелсу тяжело, да и долго честно, я не хочу полчаса играть, кра... красться. это скучно, хотя интересно, да, интересно, я раньше очень любил по стелсу все время играть, но сейчас как-то мне жалко на это все время не тратить, это же ведь просто игрушка, просто игрушка, кому я что пытаюсь доказать, себе что ли? я себе уже давно все доказал вам, пройдя кучу игр, что себе еще доказывать, мне просто охота глянуть игрушку, насколько она интересная, какая у нее концовка? или может быть несколько концов? так... куда мне теперь? меня уже видят, капец! меня уже видят... блин, всегда бы снайпер... они уже потеряли длительность... чем-то мне, кстати, вот это напоминает... эээ... игру... как же она называется? снайпер, что ли? ух... по-моему, снайпер... ну, возможно... ну, короче, там главный герой... стреляет и снайперки, и... камеры заметного действия показывают, как летит пуля, как... пробивает череп... почему-то мне вот сейчас вот напомнил эту игру... я тоже в ней так стрелял сверху... в охрану... но тут, к сожалению, снайперки у меня нет, поэтому... придется им провести... вот тут, наверное, действительно надо по стелсу... иначе... бля, тут такая толпение, они меня просто замочат... если я не буду по стелсу, они меня замучат... если я не буду по стелсу, они меня замучат... эхм... подожду, пока он будет идти сюда... а потом его... короче, сломаю ему шею... бля, ну там же наверху еще чувак... вон он, бля, он меня может заметить... что делать... и вон еще чувак... ну, тот чувак наверху он ходит... туды-м-сюды... бля... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хотя у меня канаты не спят Ну сука, бля Ошибся А вот теперь как будто можно подбирать патроны Субтитых врагов Раньше нельзя было, а теперь Можно детали для брони Воеприпасы Так Ну тут же я больше убил Солдат А патронов как-то мало дали Что это лестница? Так, еще побегаю А, вдруг тут будет что-то полезное А еще патроны, деньги Так, 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 так Что это у нас? Две тысячи Нормально Все, в принципе Я тут все Уже Оббегал Остается только подниматься наверх Ну ладно Найти на серии Сейчас же неправильно взломаю И все Блин, надо Поготоваться Бля Откуда ты взялся? Пидар Замок взломать хочу А тут, блядь А Я теперь даже не знаю А стоит ли взломать замок? Мне капец замок взломать хочу А тут чувак сзади Откуда он? Ну нет Блядь Сучка Вышибить дверь Да Завышибить Никак не дадут Портфиль 3000 А Наверное мне надо было Точнее Наверное по другому Просто нельзя было Этот участок пройти Потому что Если бы Этот чувак не зашел сзади Если бы Не вызвали сигнализацию То бы не открыли двери Вот эти бы двери Не открыли Теперь мне надо будет Где-то искать сигнализацию Не отключать ее Вот она Блядь Тебе запутался Танк Т-34 Опять сигнализация Нет Мир А можно мне в танк А? Ну пожалуйста Пустите меня в танк Я им сейчас тут всем покажу да блядь да мы залупали гранат еще и сверху хочется сказать как в меме, где профессор Преображенский откуда вы блядь лезете, это про голбоеву сказано сломать систему управления ракетами не, мне бы сначала сигнализацию отключить как-то зажигательные патроны там наверху он есть откуда стреляют? не сзади, чесно? я не пойму откуда стреляют ага! вот ты где гад, иди сюда! это и дуэ! ах! 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 это не сигнализация чес? М-м-м-м. М-м-м. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прикольно, 32 тысячи дали. Новый уровень. О, одиннадцать третий очков. Так, куда ж мне это всё как снимать? Бенда, я с автомат того, что это пулеметом стреляю реже, чем с пистолетом. Кстати, почему? Всё равно я не получается, постарался играть. Возьму стойкость, да. Ну и ещё одну стойкость, а чё бы нет. Железная воля. То есть, стойкость на максимум. Что тут ещё? По инструкции. Постарался у меня здесь пациент тут. Всё по закону. Спространение брони. Плюс. Броня ещё восстанавливается? Ну вот это уже бред. Броня восстанавливается. Ладно, выход. Вот. Контрольная точка. Ну, электронное письмо. Так, а где ж... Где ж мой компьютер-то? Постарался. 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 Что это напоминает? Подвал Payday. Так. Успешное решение ситуации. Загрузить. 15 тысяч. Неплохо. Это я уже читал что ли? Вроде читал, да. Так, расчётный центр. Что тут у нас? У меня 33 тысячи. Понятно. Вроде я не испытываю проблем с патронами. В общем, я бы взял это, наверное, данные какие-нибудь. Спецслозный передатчик. М-бомба. Это, наверное, для тех, кто играет по стелсу. Нафиг нам не надо это всё. Эти все вещи. А это что? Увеличить длительность действий гранитных бомб. Усилить гранитных бомб до второго уровня. Увеличить длительность действий гранитных бомб? Нет, нет. Пугасными гранатами урон. Повышает больше аптечек первой помощи. Можно носить. Маскировочная броня. Увеличит максимальный боекомплект. Наверное, это активно... Полезная фигня. Максимальный боекомплект увеличивает. Покрасно маскировка. Угу. О, это класс. Печатные проводники. Немного повышает навыки взлома замков электронных устройств и компьютеров. Вот это полезная вещь. Потому что иногда бывает сложно взломать. Ну, блин. Почему-то я не могу купить. Непонятно почему. Я не могу купить эту фигню, а? Может быть... Она будет доступна только потом, со временем. Все может быть. Вот у нас Самаэль, ФР. Ассасин. Гамильтона. Ускоритель. Та фигня, честно говоря. Я бы лучше вот... Купил вот это разведанное. Найти пропавшие ракеты. А, нельзя купить. Найти пропавшие ракеты. Весновить жучок. Почему нельзя... А, я купил. А где можно... Это все... Что за медицинском строке? Что значит? На рынке пушевых лавров. С рынками! Блин! Сенатур Patrick Darcy unveiled new legislation aimed at cleaning up the federal government by greatly restricting obvious access to legislators. Сенатур Patrick Darcy. А зачем этот дульный тормоз? Оптический прицел пригодится. Облегчённый магазин. Облегчённый магазин. Унищает количество беверипассов, то нафиг надо. Испособлений нет. Ладно. Пусть будет так. Запишу игру. И завершу запись. Так. Наверное, вот это перезаписать. Продолжим в следующий раз. Ну а на этом всё. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.